Всем привет! Меня зовут Дарья. Я рада вас приветствовать на своей страничке, на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим о том, откуда я беру идеи для видеоуроков. Часто задают мне этот вопрос, постараюсь сегодня подробно на него ответить. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, ответ довольно прост. Вы должны понимать, что видеоурок это не мое творчество, это не моя авторская композиция. В основном идут либо основа какая-то картина, либо фотография. И с этой фотографии, с этой картины я занимаюсь, можно сказать, минимализмом и упрощением, для того, чтобы видеоурок получился простой. То есть я убираю все лишнее, все сложное и выстраиваю так, чтобы у каждого получилась достойная картина. На данный момент практически все видеоуроки я снимаю с помощью вас, моих подписчиков, именно тех, кто сидит в группе ВКонтакте. Если вы зайдете в мою группу ВКонтакте, ссылочку я оставлю на нее в описании. Там есть тема с обсуждениями. В этих обсуждениях есть такой большой такой заголовок. Ваши пожелания к видеоурокам. Если вы туда зайдете, увидите кучу пожеланий, кучу интересных фотографий, картин, которые участники предлагают. И вы тоже можете оставить свое пожелание. Поэтому обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, делитесь там вашими пожеланиями. Если вы откроете описание любого видеоурока, ну практически любого, то есть я практически всегда беру именно идеи подписчиков, и вы увидите в описании к этому видео, кто предложил тему, его сообщение. И, конечно же, ссылка на группу тоже под каждым видео в описании есть. Вообще не ленитесь, открывайте описание. Я думаю, в этом нет ничего сложного. Но это намного быстрее, чем написать в комментариях под видео, какая у тебя гуашь, какие у тебя кисти, какая у тебя бумага. То есть зачем тратить энергию на писанину, когда можно нажать одну кнопку, развернуть описание, и там все увидит. Все ответы. Кто предложил идею, какая была идея, какой гуашью, какими кистями я рисовала, на какой бумаге. То есть все есть в описании к видео. Поэтому запомните еще раз, повторюсь, что идеи для видео уроков оставляете вы в группе ВКонтакте. Почему именно там? Потому что вы должны понимать, что сейчас на моем канале видео уроки выходят два раза в неделю. В понедельник и в пятницу. И это происходит каждую неделю, месяц в месяц. Моему каналу уже чуть больше двух лет. Вы понимаете, сколько уже накопилось видео уроков. Уже так за сотню перевалило. Поэтому я просто физически не могу записывать и вычленять ваши идеи к видео урокам под видео уроками в комментариях. Потому что это просто нереально. Каждый день какое-то видео просматривается, остаются комментарии. И я не могу выискивать это, потому что просто у меня на это нет времени и сил. Вы должны понимать, что канал веду я одна. Я видео снимаю, я монтирую, я и нет никакого третьего, четвертого человека, второго, который этим занимается, продвижением, рекламой. То есть этого нет. Есть только я, моя камера и мой компьютер. Ну, штатив и мои руки. Все. И я занимаюсь этим в свободное время. То есть это не мой источник дохода. Это мое хобби, которое перерастает во что-то большее. То есть у нас становится все больше. Я стараюсь видео уроки выкладывать чаще. Потому что потребность есть. Я вижу ваши результаты. В той же группе ВКонтакте вы делитесь своими результатами, что безумно вдохновляет меня на съемку видео уроков. Чтобы вы больше и больше могли создавать такие красивые работы, которые у вас получаются. Поэтому, еще раз повторюсь, что идея для видео уроков только в группе ВКонтакте. Понимаю, что кому-то неудобно, кто-то не зарегистрирован, но вообще жизнь несправедливая штука. С этим ничего не поделаешь. Либо подстраиваешься, либо нужно просто смириться. Поэтому на меня не нужно обижаться. Я делаю то, что могу. И вот есть такая возможность в группе ВКонтакте оставить свое пожелание к видео уроку. Но если не получается, то уж извините, по-другому никак. И надеюсь, мой ответ вас не очень расстроил. Потому что, еще раз повторюсь, что видео уроки это не мое творчество, не моя авторская композиция. Конечно, если затрагивать именно мои работы, которые я выставляю в Инстаграме, ВКонтакте, дублирую. То есть, это совершенно другая история. Если вы хотите меня спросить, откуда я беру идеи именно для своих картин, для своих работ, зарисовок. То вы должны понимать, что вот в этой голове идеи живут круглосуточно. То есть, они не выключаются. У меня даже проблема с бессонницей. Не знаю, если у вас такая же проблема, напишите об этом в комментариях. То есть, я не могу долго уснуть, потому что у меня в голове каша просто из образов, из слов, которые просятся наружу, чтобы их реализовали. И поэтому я поздно засыпаю, рано встаю, потому что вот голова у меня немножко шальная в этом плане. Идеи в ней постоянно, круглосуточно. То есть, я рисую каждый день, я что-то делаю каждый день. Это моя жизнь, и это мне нравится. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда ты берешь идеи для картин, мне даже сложно на него ответить, потому что идеи в голове есть всегда. И вдохновляет все. То есть, иногда я беру какое-то фото, за основу его стилизую. Иногда я беру несколько фотографий, совмещаю и стилизую. Иногда я беру натуру, да, открываю холодильник, и меня там вдохновили помидорки, у меня даже этюд есть с ними. Поэтому вы должны понимать, что то, что вас окружает, это уже вас должно немножечко вдохновлять. Вы просто не обращайте на это внимания. Например, мои ученики после курса по портрету со мной согласились, что есть такое, что когда ты начинаешь что-то изучать, ты начинаешь на это обращать внимание. Да, сейчас ходим и смотрим на людей, какие у них интересные носы, разрез глаз, как глаза посажены, размеры лба, подбородка, какая форма губ, ушей. То есть, раньше вы на это не обращали внимания, а вот сейчас со мной согласятся, кто у меня учился на курсе по портрету, что ты на это смотришь, и на самом деле это так интересно, столько интересных людей, уникальных лиц, которые хочется изобразить. Поэтому вы должны понимать, что идеи появятся тогда, когда вы начнете в этом вариться. Вот вы начинаете рисовать, например, вам нравится создавать пейзажи по моим видеоурокам. Вы рисуете один видеоурок, второй, потом пытаетесь по фотографии какой-то повторить пейзаж. Потом вы гуляли, запомнили пейзаж, повторили по памяти, либо сфотографировали и по памяти плюс фотоматериал. То есть, когда вы начинаете много-много копаться в пейзаже, вы начинаете обращать настроение веток, какие листочки, на цвет неба, форма облака. То есть, это вас начинает окружать и вы начинаете это замечать. Поэтому просто раскройте глаза шире. Вот поверьте, даже сейчас, если вы кушаете печенье и пьете чай, вы мелько посмотрите на свою кружку с печенюшкой. Это уже композиция, это уже готовый такой эскиз, зарисовка. Поэтому вдохновляйтесь, вот не ищите каких-то сложных путей, вдохновляйтесь тем, что есть вокруг вас. И вы, можно сказать так, офигеете от того, что вокруг вас творится и что вокруг вас находится. Потому что, на самом деле, наша природа, наш мир настолько прекрасен, он настолько жизнерадостен. И сама природа сейчас нам своим летним таким теплом показывает, что жизнь, ее нужно жить, ее нужно чувствовать, раскрыть глаза, все заботы откинуть на дальний план. Потому что это все мелочи. Нужно радоваться тому, что есть вокруг. И тогда вот это вдохновение, вот эти идеи, они просто попрут, как и в меня. Поэтому обращаем внимание на окружающий нас мир. И на этом все. Надеюсь, я вас не утомила, потому что видео хотела сделать покороче. Но получилось, как обычно, Дарья разошлась на полтовню. Поэтому, если вам было интересно и даже полезно, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите об этом видео, друзья. Да, помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья Арт. Пока-пока!